С вами канал Учебник Вслух. История Древнего Мира. 5 класс. Тема урока – поход Александра Македонского на восток. Первые победы. В 334 году до н.э. греко-македонское войско переправилось через пролив, отделяющий Европу от Азии. Преграждая путь войску Александра, на обрывистом берегу горной реки Граник стояли конные и пешие отряды персов. Надвигался вечер. Что делать? Жди утра, царь, – посоветовал старый военачальник Парменион, – и нападай перед рассветом. Зостигнешь врага врасплох. – Стыдно нам, перешедшим морской пролив, бояться ручейка, – ответил Александр. – Трубите к наступлению. Под градом стрел, преодолев быстрое течение, и высокий крутой берег, кунница македонян вступила в бой. В схватке Александр был окружен врагами. Военачальник персов длинным изогнутым клинком срубил гребень его шлема и вновь занес клинок. Гибель царя оказалась неизбежной. Но в этот миг подоспел друг Александра Клит и пронзил перса копьем. Сражение окончилось победой македонян. Она открыла Александру путь вглубь Малой Азии. Одни города без боя признавали его власть, другие он покорял силой оружия. От битвы при Иссе до основания Александрии Египетской. Персидский царь Дарий III двинулся во главе огромного войска навстречу Александру. Персы и македоняне встретились близ города Ис. Александр лично возглавил атаку своих войск и прорвался к самой колеснице персидского царя. Оказавшись в гуще сражающихся, Дарий испугался и бежал с поля битвы. Сопротивление персов было сломлено всего за два часа. Македоняне захватили не только лагерь персов, но и семью царя – мать, жену и двух дочерей. Александр тотчас послал сказать этим женщинам, что воюет только с Дарием, а им будут оказаны те же почести, каким они привыкли на свободе. Дальнейшей целью Александра была Финикия. Богатый город Тир решил сопротивляться. Он был расположен на неприступном скалистом острове и окружен стенами. Более полугода длилась его осада. Жители Тира сражались не за Дария, а за свою свободу. Александру удалось окружить город кораблями, на которых были установлены тараны и метательные машины. Когда под ударами таранов рухнули стены, македоняне ворвались в город. Они разграбили и подожгли Тир, убили его мужественных защитников, тысячи жителей обратили в рабство. В эти дни Александр получил от Дария письмо. Царь персов предлагал мир. Он был готов дать в жены Александру, дочь и половину царства, все земли до Евфрата. Будь я Александром, сказал седой Парменион, я принял бы эти условия. Но юному царю полцарства было мало. Я поступил бы так же, если бы был Парменионом, ответил он. Поскольку решал все царь, война продолжалась. Египтяне встретили Александра как освободителя от персов. Жрецы объявили его богом и сыном бога солнца, как было принято в отношении фараонов. Военные успехи настолько вскружили голову Александру, что он принял решение жрецов с благосклонностью. Покоренные народы должны были поверить, что в их страны пришел бог, и ему нужно безоговорочно подчиняться. В Дельте-Нила, где остров Фарос защищал от ветра морскую гавань, царь основал город, назвав его Александрией в свою честь. Он сам разметил места будущих площадей, улиц и храмов. Гибель Персидского царства. В 331 году до н.э. начался поход Александра вглубь Персии. Целых четыре месяца шло войско. Наконец, переправившись через Ефрат и Тигр, оно оказалось у селения Гавгамелы, где в ожидании битвы стояли персы. Даже бывалых македонян встревожил вид огромной равнины, заполненной огнями вражеского лагеря. Дарий III собрал невиданную по размерам армию – пехоту, конницу, колесницы и боевых слонов, которых привели индийцы. Македонские военачальники советовали царю напасть на персов ночью. «Я не краду победу», – ответил Александр. Битва при Гавгамелах началась с атаки персидских колесниц. Бешено неслись кони, грозили смертью остро отточенные косы, приделанные колесом и дышлом. Но македоняне вовремя раступились, и колесницы промчались, не причинив им вреда. Возницы гибли под градом македонских стрел. Построившись клином, македонская конница во главе с Александром в свою очередь атаковала персов, прорвала их строй и устремилась к тому месту, где находился Дарий. За конницей с боевым кличем двинулась фаланга. И снова, как некогда при Иссе, Дария охватил страх. Вскочив на коня, он обратился в бегство, а за ним его воины. Одержав победу, Александр занял Вавилон, Персеполь и другие древние города. Управлять вновь завоеванными областями он назначал как македонян, так и знатных персов. Между тем, бежавший от Александра царь-неудачник Дарий III был убит своими приближенными. Войско провозгласило Александра царем Азии. Он стал требовать, чтобы полководцы отвешивали ему земные поклоны, целовали край его одежды, почитали его как бога. Все это раздражало македонских военачальников. Однажды на Перу Клит стал упрекать Александра. «Ты возомнил себя богом. Победы над врагами, добытые нашей кровью, приписал себе одному». В ярости Александр схватил копье и нанес Клиту смертельный удар. Тут же гнев царя угас, он пришел в ужас от содеянного, но жизнь другу, спасшему его от гибели в битве приграннике, уже нельзя было вернуть. Цель Александра – завоевать весь мир. Пройдя с боями через восточные области Персидского царства, войско Александра вторглось в долину Инда. В кровопролитной битве с правившим здесь царем, македоняне столкнулись с боевыми слонами. Лошади пугались огромных животных, но меткие лучники Александра ранили многих слонов. Те пришли в ярость, повернули назад и начали топтать своих же воинов. Александр и на этот раз одержал блестящую победу. Окрыленный успехами, он объявил о походе в долину Ганга. Однако его войско, измученное тяжелыми боями и переходами, отказалось повиноваться. Пришлось Александру повернуть назад. Десятилетний поход завершился в 324 году до нашей эры в Вавилоне. В этом величайшем из городов Востока царь сразу же замыслил новый поход – на запад, желая подчинить все страны до Атлантического океана. Но летом 323 года до нашей эры Александр Македонский внезапно заболел и умер. Из рассказов древних писателей об Александре Македонском. Перед походом на Персию Александр решил побеседовать со старым мудрецом Диогеном. Царь застал его лежащим под открытым небом и греющимся на солнышке. Диоген слегка приподнялся при виде множества людей и пристально посмотрел на Александра. Поздоровавшись, царь спросил Диогена, нет ли у него какой-нибудь просьбы? – Есть, – ответил тот. – Отступи чуть в сторону и не заслоняй мне солнце. Царю так понравился ответ, что он воскликнул. Если бы я не был Александром, то хотел бы быть Диогеном. В городе Гордии Александру показали колесницу, надышле которой был запутанный узел. При этом царь услышал такое предание – кто развяжет узел, станет владыкой Азии. Александр решил испытать судьбу, но узел не поддавался. Тогда он выхватил меч и одним ударом разрубил его. Гибель дворца в городе Персеполе. Захватив Персеполь, македоняне шумно праздновали победу. Среди перующих была острая на язык и бесстрашная афинянка Таис. Когда все опьянели, она громогласно заявила, что желает своей рукой поджечь роскошный дворец Ксеркса. Пусть это будет местью давно умершему владыке персов, засаженные им некогда афины. Слова Таис были встречены гулом одобрения. Напрасно старый Парменион отговаривал от безрассудного поступка. Александр схватил горящий факел и во главе участников пира устремился вперед. Он первым поджег дворец. Затем метнула факел зачинщица Таис. Все вокруг запылало, огромное пламя поднялось над Персеполем. Вскоре, правда, Александр одумался и приказал тушить огонь. Но было поздно. Одно из величайших зданий древности превратилось в развалины. Продолжение следует...